Переносимся в Россию, где выделят 1 триллион рублей, это порядка 16 миллиардов долларов, на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Преимущественно средства из фонда национального благосостояния пойдут на различные денежные выплаты, погашения госдолга и бюджетные кредиты регионам. Ранее Мишустин заявлял, что дефицит бюджета в России будет сохраняться в ближайшие три года. По его словам, дополнительные выделенные средства помогут обеспечить сбалансированность бюджета. В 2023 году из фонда национального благосостояния планируется выделить еще больше, около 2 триллионов рублей. По оценкам разных источников, в следующем году бюджетный дефицит может дойти почти до 3 миллионов. Экономическую ситуацию в России обсудим с экономическим обозревателем Максимом Блантом. Он уже присоединяется к нашему эфиру. Максим, доброе утро. Доброе утро. Вот эта цифра, которую сейчас выделит из фонда национального благосостояния Мишустин, это практически 10% от этого фонда. Понятно, что все относительно, но вот это много или мало на погашение дефицита бюджета одного года? Дело в том, что военные расходы составили гораздо больше, чем этот триллион рублей. Я напомню, что до начала войны российский бюджет был устроен таким образом, что довольно быстро накапливались деньги в фонде национального благосостояния. Сначала года эти все деньги тратятся, и их все равно не хватает. То есть те деньги, которые из-за сверхвысоких цен на нефть первой половины года могли бы откладываться в фонде национального благосостояния, они все уже давно потрачены, и этого не хватило. То есть эта сумма в один триллион – это очень небольшая часть того, что было потрачено на войну. Ну, это так, ремарка, да. Если говорить о том, много-мало денег для российской экономики, то сейчас российская экономика переходит в несколько иную фазу, да, где деньги уже не играют той решающей роли, которую играют в нормально функционирующем капиталистическом, скажем так, государстве. И введение режимов военного положения в оккупированных регионах, в оккупированных регионах и особых режимов на всей остальной территории страны, оно свидетельствует о том, что перед экономикой ставятся совершенно другие задачи. В воюющей стране нужна другая экономика, и власти это понимают. То есть для них важно не дать всем денег, чтобы те искали, где на эти деньги что-то купить, а обеспечить, во-первых, снабжение воюющей армии, во-вторых, снабжение силовых структур, которые должны обеспечить лояльность населения и пресечь любые возможные протесты. И в-третьих, обеспечить работу оборонной промышленности. Деньгами это не решается, особенно в условиях международных санкций, когда есть у тебя деньги или нет, неважно, подшипники для ремонта танков ты купить не можешь, значит, ты должен их где-то искать. Это совсем другие задачи, это не те задачи, которые стоят перед руководителем гражданского предприятия. Соответственно, уже началось создание такой структуры, во главе которой военно-гражданского штаба будет стоять Мишустин на федеральном уровне, но конкретные задачи по обеспечению территориальной обороны, например, в приграничных областях, будут стоять перед губернаторами, перед руководителями регионов. Чем-то структура похожа на то, что применялось во время борьбы с ковидом. Ну, собственно, да, уже было и объявлено, мы об этом будем говорить сегодня позже в программе, что методички получили уже пропагандисты о том, чтобы вот это вот все, что сейчас происходит, и военное положение, и так далее, сравнивать с эпидемией ковида, с которой, ну, в принципе, судя по всему, правительство не очень российское справилось. Как вы считаете, вот эта кубышка, она будет в ближайшее время еще худеть? Ну, потому что большая часть все-таки фонда национального благосостояния наполнялась за счет продажи сырьевых ресурсов. С этим сейчас не очень понятно, что будет в перспективе. Слушайте, в фонде национального благосостояния денег фактически нет, если можно так выразиться, потому что, во-первых, он делится на неликвидную, так называемую часть, и за счет, например, продажи Центрального банка правительству, Центральным банком правительству Сбербанка, фонд национального благосостояния пополнился там, ну, чуть ли не на четверть, да, в свое время. Ну, потому что переложило правительство из одного кармана, государство из одного кармана в другой, актив напечатал под него денег, ну, вот, соответственно, фонд национального благосостояния пополнился. Кроме того, огромное количество денег из фонда национального благосостояния было либо заморожено в качестве международных активов, которые фонд-то держал деньги не в рублях, как-нибудь я напомню, и эти деньги были заморожены, либо он уже был потрачен на всякие инфраструктурные проекты, да, то есть в этом фонде лежат, например, инфраструктурные облигации, выпущенные под строительство какой-нибудь железной дороги или дороги автомобилей. Вот, поэтому там есть какая-то ликвидная часть, которая хранилась, опять же, по большей части в долларах. Так что сейчас мы говорим фактически о том, что, ну, Центральный банк допечатывает деньги. Под, конечно, гипотетические активы, которые где-то там есть, но они заморожены. Ну, вот это вот так. Поэтому не надо питать никаких иллюзий относительно того, что у России гигантские резервы. Они прекратили существовать в тот момент, когда правительство развитых стран наложило, правительство развитых стран наложили санкции и ограничения на российские активы, да, Центрального банка и активы правительства. Поэтому, ну... У вас есть какие-то хотя бы приблизительные цифры, сумм, которые сейчас Россия уже потратила на войну, и во сколько им еще это обойдется в ближайшей перспективе? Ну, вот эти оценки, они колеблются от, там, двух-трех до, там, пяти триллионов рублей. Все дело в том, что оценки того, что было потрачено на войну непосредственно, да, они могут включать в себя то, что было потрачено, например, на восстановление инфраструктуры Мариуполя, а могут не включать, да. И здесь, поэтому эти оценки будут разниться в разы. К тому же российский бюджет и сейчас-то не очень открытая вещь, да, но и со следующего года это вообще будет совершенно невозможно, что бы то ни было понять из этого бюджета. Но оценки примерно такие. То есть есть разные цифры, да, там кто-то называет 350 миллионов рублей в день, но это тоже, это вот чисто на патроны дизель и, там, обмундирование для военных. Вот. К тому же, как сейчас выясняется, что обмундирование это было разворовано, поэтому... Ну, я говорю, что сейчас деньги не играют никакой роли, да, неважно, сколько у вас стоит шинель, если у вас есть и нет ее на складе, вам нужно каким-то образом о ней выделить деньги на ее покупку, потому что купить ее некуда, а организовать ее пошив. Вот. И в этом отношении, конечно, экономика Беларуси, что ждет впереди российскую экономику? Ну, как промежуточный белорусский вариант, да, когда огромный государственный сектор, когда у вас государство владеет, в том числе и магазинами, может устанавливать там цены, цены выстраивать самостоятельно систему снабжения этих магазинов от, там, производителя до конечного, там, продавца, вот эта система в условиях войны, она более эффективна. Вот. Кроме того, постоянно растущие потребности армии и силовых структур, да. И вот эти штабы, которые созданы, с одной стороны, при губернаторах, а с другой стороны, при правительстве, они будут направлены не на выбивание денег, да, то есть военные будут приходить и просить не денег, и требовать не денег, а патронов, боеприпасов, шинелей, дизельного топлива и всего прочего, да, то есть деньги-то им, ну что, ну, деньги, денежное довольствие военнослужащим, вещь 33-я. Если вам воевать нечем, то никакие деньги в этом не помогут. Спасибо большое, Максим Блант, экономический обозреватель.